Всем привет, друзья, подписчики, с вами Крэш, Паша, Пашунчик, Паханчик, Паханчела, что еще можно придумать? В общем, Паша. Можно по-другому ваш батя, потому что я вас защищаю от Грэни, от этой вонючки-пердучки, которая заванивает весь дом. Вы в прошлой серии это видели? Вообще-то в комментах все обожались, когда она на пердела, это было трэш. Не суть. Сегодня я играю в моде, в котором нет Грэни. Опять же, мод можете по ссылочке в описании скачать, его сделал Доктор Хак. Да, мод абсолютно без Грэни, то есть абсолютно игра почти не страшна. Ну, на самом деле здесь неприятно ходить по этим домикам, но Грэни немножко здесь как бы есть. Она как-то капканы ставит, то есть ее нет, но капканы она ставит. Короче, сегодня мы хотим сделать с вами абсолютно новую концовку, в которой не будет Грэни. Для этого мы быстро пройдем игру сейчас, буквально минуты за три, то есть не беспокойтесь. Я также вам всякие секретики буду показывать, пока будем проходить. А потом сразу же начинаем игру заново и делаем пять смертей через потолок. И посмотрим новую смерть. То есть, как бы ролик, знаете, я не делаю так корыстно, не разделяю это на два ролика. Типа один ролик новая смерть, один ролик новая концовка. Я сразу вам как бонусом, чуваки и девочки, я вам как бонусом делаю сразу две как бы части ролика. То есть и концовка, и смерть. То есть за это можно поставить лайкос, там подписаться, знаете, чтобы новую серию не пропустить все делишки. Как бы батя Крэш для вас старается. Батек, знаете, меня уже называют это Грыняровец, как-то так. Так, знаете, так, вот ключ от сейфа, давайте его заберем. То есть все, мы начали проходить, время не тратим как бы на пустые разговоры. Видите, я даже когда приветствие начал вам говорить, я сразу начал ходить, все собирать. Да, вы можете как бы потом посмотреть другие серии, по крайней мере там, обзор новых модов. У меня куча модов просто на канале вышла. Слышали? Капкан поставил, это бабуська. А что? Что ты еще сделаешь, бабка? В инвизи в своем ходит там? Она еще пернет в инвизи в своем, я не знаю. Видите? Ключ от арбалета, ну, нам он не нужен, вы сами понимаете. Арбалет это зло, зачем нам оружие? Давайте решать все мирно, как бы. Бабки-то нету. Так бы была бабка, я бы сразу говорю, дайте мне арбалет, пожалуйста. И дробовик, в одну руку арбалет, в другую дробовик. И решаем вопросы вот так, мирно, знаете. Пулю в голову, стрелу в бочину. Агрессивный крэш против бабки. Я пока что-то активно это рассказывал вам, я сейчас язык прикусился. Немножко не так буду разговаривать, возможно. Так, пойдемте в плейхаус, откроем его сразу. Здесь все равно нельзя взять ничего, кроме ключика. Здесь, кстати, багуют чуть-чуть кнопки. Я не знаю, как эту версию сделали, но, короче, здесь подбахивает. Подбахивает несколько вещиц. Ну, то есть, некоторые вещи тяжело очень берутся, но, знаете, я все равно не теряю надежду и стараюсь их брать нормально. Так, мы не были еще нормально в комнате бабки. Я не знаю, может быть, еще медвежонка поставить, типа концовка будет со сландериной, но без бабульки. Или не будет. Короче, не будем пока ничего делать. Пока делаем просто, без ничего. Так, мы нашли уже ключ от домика, а больше мы ничего не нашли. Значит, наша задача... Мы еще в ванной не были, не были... Опять она поставила капкан. Боже мой, бабка, ты что там с инвиза делаешь? Гранизи с инвиза, представляете? Смотрите! Походу, этот мод без бабки делает ее просто невидимым. Ну, знаете, это нам на руку, потому что в концовке она все равно будет невидимая, и как бы мы будем без бабки. Но я зато вкурил, что мод как бы это... Дело-то невидимо. Я взломал взломанный мод, представляете? Я не понимаю, вообще ничего нету. Давай здесь хоть что-нибудь лежит. Просто, а где все вещи? Чуваки, ребятки, девочки. Серега, Андрюша, Ксюша, Марина, Вася, Петя, Олеся, Алина, Настя. Кто там есть? Походу, шмотки все тоже стали невидимыми. Вот арбуз. В раковине лежит ничего. Давайте берем арбузик. Мне кто-то написал в комментах, что... Я вам историю сейчас расскажу. Вот капкан, смотрите, но он нас не кусает. Он нас... Мы его просто активируем, и все. Я вам рассказал историю. Я смотрел перевод одной секретной таблички в Грэне. Ну, есть табличка, которая лежит в подземном проходе. И там написано, типа... Подсказка. В различных овощах и фруктах могут лежать ключи. Вот, смотрите, не могу ничего сделать. Сейчас. В различных овощах и фруктах лежат ключи. Но, как мы знаем, ключ лежит только в арбузе. Ой, подлог. Только в арбузе лежит ключ. И чувак говорит, написано в фруктах арбуз это ягода. Но, называется это Мелон. А Мелон это дыня. Хотя, по начинке мы увидим, что это арбуз. Походу, разработчики сами чуть-чуть в это неадеквате были. И вот так вот получилось. Ну, то есть, вы понимаете. Это Мелон. Переводится, Мелон это дыня. Мне кто-то написал. Крэш, Паша, Мелон это арбуз. Я говорю, чувак. Подлог сломали. Отлично. Я говорю, чувак, Мелон это... Дыня. Потому что арбуз это Вейтер Мелон. Или Ватер Мелон. То есть, водяная дыня. Понимаете? То есть, я все правильно сказал. Так. Здесь нету молотка сверху. Я, кстати, заметил, на этой полке часто лежит молоток. Грэнни, кстати, видите, поднимает всякие вещи различные. Ладно, мы не были на третьем этаже. Мы пока открыли подлог. Нам не хватает молотка. Молотка. Отверточки. А, нам арбалет пригодится в любом случае. Блин. Давайте ключ. Вот. Она где-то здесь, ребят. Ха. Чё, Грэнни? Твои капканы уже, знаешь, старые такие. Уже не работают. Так. Значит, нам в любом случае нужен арбалет либо дробовик, чтобы сбить отвертку. То есть, арбалет это не только, как бы, способ выживания. А где я его взял? В сейфе. Блин, это очень редко. Я, кстати, ещё узнал, знаете что? Что есть куча различных комбинаций спауна предметов. Где-то пять. То есть, арбалет может в пяти местах, грубо говоря, быть. Ключ начнет от него. Он может быть в ракарине, может быть в сейфе, может в арбузе быть. Короче, везде почти. То есть, я много изучаю эту игру, чтобы вам было интереснее со мной. Не зря же я наушник сейчас уронил и ничего не слышу. А бабка подкрадётся с инвизой. И меня, знаете, удар в спину с инвизой такая. Так, давайте открываем. Ой, берём дротик. Берём арбалетик и идём. Бабушка, жалко тебя нету. Я бы тебе лекарства напихал. В Ротелу. О, началось. Ось, твои мнимые капканы эти нам неинтересно. Всё, выкидываем арбалет, но нам больше не нужно. Берём отвертку. Которая, кстати, вот видите, почему-то багует сейчас. Я не знаю, с чем это связано, но вещи стало поднимать тяжелее. Надеюсь, там кусачки. Или молоток, или ручка от колодца. А, короче, ему-то хоть что быть. Ладно, давайте. Машина. Я надеюсь, там лежит молоток в машине. Молотком мы сломаем дверь на третий этаж, и там будут лежать кусачки. Такая вот система, знаете, кривая. Ладно, побежали. Нам нужна эта концовка, мы её проходим. Дорогие подписчики, ставьте лайки, если он чуть-чуть страшненько. Да, ручка от этого. Сейчас, значит, должен быть молоток. Ну, я логично думаю, знаете почему? Потому что с помощью молотка мы сможем попасть за стену на третьем этаже. А с помощью кусачек мы туда не сможем попасть. А кусачки как раз должны лежать за стеной. Хотя, знаете, мы ни разу ещё не были на третьем этаже. На крыше, точнее. И всё может быть как бы. Так, давайте поднимаемся. Двигаем ягодицами. Ягодицами. Шестерёнка одна. Вторая, значит, лежит, скорее всего, в этом. Ну, за... Ну, за этой фигнёй, короче. Как её называют? За вентилятором. Давай, молоток, по-любе. По-любе молоток, я отвечаю. Давайте, смотрите. Я же сказал, ребят, я просто... Этот... Шерлок. Дедукция, понимаете? Это дедукция взрослого образованного человека. У меня образование 7 классов. То есть, понимаете? Я умнее любого из вас, короче, получается. Потому что вы, наверное, в пятом. Если чё, это шутки, то... Многие подписчики просто могут не понять их. Всё, поехали. Идём, берём молоточек. И можно на разборке ехать просто. Жалко, эту дверь нельзя выломать. Я не знаю, можно ли обмануть Грэнни? Вот сейчас она... Будет дверь открывать. И посмотрим, можно ли пройти через эту дверь. Я же её зову. Ещё раз. Ещё раз давайте. Давай. Она же невидимая, но она ходит. Вы видели? Она открывала эту дверь. Ну? Ну? Ну-с! Фак! Я испугался из-за капкана. А, ребят, представляете? Я пытаюсь Грэнни позвать. Она под меня сейчас капкан подставила. То есть она здесь. Ха-ха. Она здесь. Давайте. Если она там, то она сейчас должна открыть дверь. Ещё раз. Смотрим. Да! Смотрите! Офигеть! Офигеть! А, просто... Просто мы вышли через эту дверь, ребят. Какие вы молодцы у меня. Я ещё больше молодец, правда. Просто развёл бабку на эту дверь. Ну, как-то так. Так, давайте заходим. Заходим, заходим, заходим. Двигаем булками. Так, выроняем манекен, ломаем доски. Мы просто какой-то вредитель, знаете? Просто вреднючий вредитель какой-то непонятный. Прямо противно. Кусачки! Видите, дедукция просто работает. Я же сказал, здесь будут кусачки. Потому что я сказал, если не будет молотка в колодце, я же всё пересмотрел, то мы не сможем туда попасть. То есть, если будет там кусачки, мы бы не смогли попасть сюда. А сейчас мы можем. Так, давайте сразу перекусим всё подряд. Ну... Фак! Попался как лох! А тут же багово на всё. Всё. Еле-еле просто. Действительно, багово на всё. И здесь можно затупить. Но мы не затупим. Так, я не знаю, можно было через банну срезать. Правда, я не знаю, насколько это эффективно. Всё, быстро перекусим сейчас дверь и кабель в подвале. И нам останется... Она может, правда, нам поставить ключик на... На это. Как вам? Кодовый замок вот нам влепить. Всё. Осталась шестерёнка и мастер-кей. Всё, мы прошли игру, ребят. Если она сейчас кодовый замок не влепит... Грэнни has placed an extra lock on the mind, dude. Смотрите! Я так и сказал. Просто, ребят, дедукция у меня на высшем уровне. Вы понимаете, насколько я клёвый? Я сказал, она сейчас поставит его. И она поставит... Ладно, давайте шестерёнку пока заберём. Потом кодовый замок найдём. Я просто... Я гений, я не знаю, ребят. Просто за это можно влепить лайк. Опять же, серию... Серию. Мод этот можете сказать... А чё это? Как это? Как это так упало? Непонятненько. Ну ладно. Я только ещё думаю, чё за хрень. Что за фигня, точнее? Что за штука такая? Валяется непонятная. Я ещё понял. Вроде бы это осколки с крыши. Думаю, как они? Они же... Они вообще должны так. Они же на пол должны падать. А они упали на... Площадку лестничную. Ну всё, они исчезли. Всё, ребята. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим куда? На улицу нам бежать. Всё, выпрыгиваем. На улицу. Ставим шестерёнку. Берём мастер Кей. Мастер Кей. Блин, так прикольно развёл её на эту фигню. На дверь. Так, заходим и двигаемся. Отлично. Ставим шестерёнку. Я же сказал мастер Кей. Ну, в мастер Кей... Всё, больше негде. Вот её нету вроде бы. Она нам влепила... Блин, как вы смотрите? Вот найти, где рука находится, чтобы открыть. Она нам влепила кодовый замок. Это прям неприятно. Такая, знаете, бабка противная. Противная. Всё, бросаем. Я уже думал, он исчез с этими багами, ребят. Так, игру мы прошли. Концовку сейчас мы сделаем. Надо кодовый замок только найти. Он может вообще где угодно сейчас быть просто. Даже в ванной. То есть даже в ванной он может быть. Потому что он спаунится даже там, где ты ящички открыл. Всё. Так вот мигает мастер Кей. А, мы ещё в подвале можем его найти, знаете. Сейчас опять чуть ногу не откусила. В ванной? В ванной нету его. Подозрительно. Ну, в моей комнате, я думаю, бабка вряд ли положит нам кодовый замок. Ну, с чем, чёрт, не шутит? Почему я такой низкий какой-то, мне кажется. Ладно, давайте в бабкину комнату посмотрим. Ну, вот надо было. Вот мы уже почти прошли игру. И она нам закрывает. Закрывает дверь. Вот кодовый замок этот. А, представляете, мы его не найдём. Сейчас будем год ходить и не найдём. Будет трэш-шоу вообще. Трэш. Трэш-мега-шоу. Так, нету. Здесь нету. У медведя, может, лежит он. Я не знаю. Здесь его тоже нету. Здесь нету. Ой, двигаемся сюда. К медведю. Здесь дробовик. Медведь какой-то гангста. Гангста-мишка. Всё. Сейчас спускаемся вниз. Запускаем. Кодовый замок лежит здесь. Здесь его тоже нет. Здесь Тозя Пустя. Страшный кашель. Здесь Тозя Пустя. А где не Пустя? Ну, давайте в машине посмотрим уже. Ещё раз. Под капотом лежит полюбэ. Если его там нету, то я вообще буду в шаке. Я в шаке был. Так, ладно. Мастер-кей мы забрали. Мы ещё не были в машине. В смысле мы здесь не были. Так, здесь лежит это. Вы что, издеваетесь вообще? На кодовом замке просрать хотите или что? Так. Чуваки, быстро пишите в комментах. Вот он на стене здесь написан. А ну? Нету. Странненько. Ой, кодовый замок. Ты чего нас так подставляешь перед чуваками? Ребят, девочки, мальчики, мы почти прошли. Пацаны, братухи, девчонки. Рифма не очень удачно идёт. Я не понимаю, где он может быть? Давайте ещё раз через домик пройдём и на кухню. Ещё раз ящички посмотрим. Там Горяне где-то сошла. Где-то лазит. Странная бабка. Запрос на доступ. Понятненько. Ладно, двигаемся. Парам-пам. Пам-пам. Ладно. Здесь никак нету его. Никак нету нигде. В колодце он не появился случайно? Нет. Кодового замка здесь не лежит. Вот там подойдёт... Что-то не кодовый замок, а код. Сам код нам нужен. Кодец. Кодецкий. Кодецтво. Картина. Мы ещё в шкафах не всё облазили. Так, здесь пусто. Я предлагаю сделать круг. Маленький. Мало ли, он где-то лежит. Просто такой отдыхает. Такой спит. На куче. Открытие. Так, здесь пусто. Здесь ещё раз. Я просто один раз шкафчики эти открыл. Но там было это, наоборот. I need a padlock code. Padlock code. Это что такое? Так, здесь нету, здесь нету. Ещё раз заходим вот на кухню. Сейчас смотрим, он на кухне лежит такой. На кухоньке, на нашей. В ящичке лежит. Или не в ящике. Ха, так вы знаете, сам себя обманываешь. Ещё не понимать, ребята, в шкафу. В шкафу тоже нету. Тогда нам остаётся опять подняться. Давайте мастер-кейс заюзаем, попробуем. Нет. Нет, они говорят, там дверь ещё закрыта. Ой, ребят, ребят, я не понимаю, что за подстава. Вот, ещё раз, раковина. С раковина. Так. Так. Так, ничего нету. Вот он! Офигеть! Он спрятан был в ящике. То есть в ящике, в котором мы должны прятаться. Не зря я его решил чекнуть, ребят, иначе нам был бы кирдык. Всё. А сейчас, ребят, кто не знает, мы пойдём умирать пять раз после этой концовки. И посмотрим, какая будет смерть после концовки. Давай. Итак, смотрим. Есть ли Грэни? Здесь нету. Офигеть! Забаговало! Просто забаговало, ребят. Мы даже не вызывали Слендерину. У нас такой жёсткий баг. Такой жёсткий баг, ребят, мы Слендерину не вызывали. И она забаговала и выжилась. То есть, понимаете, насколько обман идёт? Так, ладно, выключаем рекламу. И идём дохнуть пять раз. Всё, давайте. Континю. Окей, всё, сейчас проснёмся ещё раз. Ну, я вообще, я даже не ожидал такого, что может появиться Слендерина. Полностью. То есть, мы не трогали Мишка. Я его ещё хотел потрогать, засунуть в кроватку. Но мы даже не трогали Мишку, и он всё равно появился. То есть, это такой жёсткий баг. Я не знаю, насколько жёсткий он, но жестковатый такой. Жесточайший баг. Всё. Сейчас наша задача пять раз помереть. Просто ставьте лайк за эту концовку. Она вообще неожиданная. Я даже не ожидал. Но я думал, мод затупит, и, ну, Грэнни просто будет. Но игра как-то так переврала всё, что... Короче, первое... Давайте звук убавим временно, если реклама будет. Так, есть реклама, нет? Нет, рекламы нету. Звук прибавляем назад. Звук прибавляем назад, давайте. Ещё надо умереть четыре раза. Просто прыгаем. Посмотрим, какая будет смерть. Мне прям очень интересно сейчас. После этого тупого бага, ребят. Так, давайте двигаемся. А сейчас что делать? А, ну... Она всё равно это... Она невидимая, ребят, но... Несмотря на то, что она невидимая, она всё равно ходит. Так что я, а то я уже посрался, потому что сейчас мы не выйдем с этого места. Просто, давайте. Вон, она ломится, всё. Всё. А зачем я спрятался? Нам же... Смотрите, она просто невидимка. Это мод не на... Исчезновение бабки, а на невидимость бабки. То есть, вы сами видите, то, что она работает. Работает. Так. Лама? Будет? Нет? Звук? Давайте, давайте, давайте. Оно. Так, солдатик. Кого ты бабку ищешь, не? Ой. Какие-то тупые солдатики. Ладно. Давайте, третий день. Нам осталось ещё чуть-чуть, чуть-чуть умереть, и всё. И мы сможем пройти. Пройти эту новую смерть. Новая концовка уже была. Она реально без Грэни. Ой, ребят, ребят, я уже устал. Я говорю уже 20 минут. Это очень тяжело, но мы всё равно стараемся. Дырка в потолке от нас уже станет очень большой сейчас. Потому что мы в неё стягаем, я не знаю, как наркоманы. Наркоманы! Костя сломал. Убавляем звук. Надо звук нападения убавлять, а то вам, наверное, очень громко становится. Так, возвращаем звук. А то реклама громкая, реально. Так. Давайте, давайте, давайте. Двигаемся. Опа. Давайте. Уроним. Опа. Опа. Опа, 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 опа. Опа. Просто суицид мод. Суицид мод, ребят, на Грэне. Давайте опять дохнем. Ааа. Блин, забыл звук убрать. Чтобы вам не орало. Так, чё это? Последний день, всё. Сейчас вы увидите, ребят. Просто ваши лайки загружайте. Пишите ваши комменты. Потому что это был долгий ролик. Уже 23 минуты прошло. И сейчас... Ну, 25 минут будет, короче. То есть я весь ролик для вас очень старался. Проходил это всё. И вы это заслужили. Новую концовку вы видели. Осталась новая смерть. Просто. Хоть бы реклама. Давайте сразу выкубаем. Вот так. Если будет смерть. А если реклама будет... Ой, сломал опять ногу. И... Реклама? Нас выкинули. И... Мы таки дышим. И... Просто, чуваки. Просто её не было. Вы сами видели, она... Она здесь как будто невидимая. Но её всё равно нету. Как-то так. В общем, ребят, это была абсолютно багованная концовка. То есть там должно было просто быть пусто. А вышло то, что там была Слендерина, которую мы не вызывали с медведя. А в концовке она нас просто с невидимостью съела. Знаете, Грениза Сенвиза. Как-то так её можно назвать. Ну, в общем, с вами был Крэш Паша. Я очень постарался с этим роликом. Проходили здесь 20 минут для вас его. Посмотрели новую концовку. Новую смерть. Ну, а вы поставьте лайк. Напишите комменты. И подпишитесь. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. А также посмотрите на канале другие моды, обзоры, секреты, которые для вас сделают. Особенно новые квесты. Ну, всем говорю, пока-пока.